Истинно вам говорю, 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось. Это точно говорю. 50 миллионов американцев свято верят в грядущий конец света и вознесение на небеса, которое ожидает их в процессе Армагеддона. Все они верят, что это событие где-то уже совсем рядом и вот-вот случится. Иутеи, христиане, мусульмане верят в красочный, во многом жестокий и кровавый конец света. Даже буддисты и индуисты верят в цикличность реальности и бытия. Окончание каждого цикла, конечно же, сопровождается смертью и практически полным уничтожением всего живого на земле и даже во вселенной. Уделив время такому понятию, как конец света, изучив представление народов мира, различных религий и культов, мне удалось найти ответ на вопрос, будет ли конец света, как он будет выглядеть и какова его главная тайна. Давайте же наконец узнаем самый страшный секрет грядущего конца света. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевый Пациент. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Поехали! Удивительно, кто бы мог подумать, однако в научной литературе прошлого содержится информация о неком элементе, который имеет решающую роль в самых важных жизненных вопросах, целях и судьбе каждого человека. Покажите мне, пожалуйста, где на глазу у вас было новообразование? Вот на левом глазе, вот здесь, в центре, в уголочке было. И как давно оно у вас было? Ну, как-то было, да, но не только появилось. Оно было давно, и я уже смотрю, она взросленькая стала, стала переживать об этом. Я думаю, надо где-то его как-то, то ли криот, то ли лазером, думаю, надо где-то поехать. Все это было в состоянии, как-то надо. Да, было такое, и даже когда там умываешься, она цепляется, и немножко было, ну, уже последнее время, немножко было уже дискомфортно. Поэтому я такая говорю, а, ну, надо, наверное, уже, потому что как-то это уже мне вообще не устраивало. И как-то, да, мы уже более конкретно начали об этом думать. Ну, а тут вот так вот случилось, я говорю, мол, а все? И скажите, пожалуйста, да, и как так произошло вдруг, что оно, я так понимаю, вы даже не заметили, как оно исчезло, да? Ну, да, как-то, ну, я сначала как-то, ну, оно как-то привычно, и, да, уже не так замечаю. Но потом я села краситься утром, я говорю, мам, подойди сюда. Она такая, что такое? Говорю, а где моя штучка? Это вот. Она говорит, или нет? Я говорю, вот, ее нет. Говорю, как? Великие ученые прошлого относились к элементу как к чему-то очевидному и очень важному. Сейчас элемент – тщательно скрываемая тайна, которую следует стереть из памяти и истории. Сейчас элемент, и все, что с ним связано – это запретная наука и тайная медицина. Я убежден на 100%, что мне вновь удалось обнаружить элемент, понять, что он из себя представляет и как взаимодействует с людьми и окружающим миром. Благодаря новейшим научным открытиям эта информация приобретает сенсационный оттенок. Друзья, у меня есть мечта, и мне очень нужна ваша помощь. Необходимо снять документальный фильм, который будет называться «Элемент». В нем будут содержаться ответы на все вопросы. Для того, чтобы сделать продукт максимально интересным и качественным, захватывающим, мне очень нужна ваша помощь. Прошу всех и каждого, кто увидит и услышит данный призыв поддержать создание фильма «Элемент» на сервисе Патреон или же с помощью сервиса «Яндекс.Деньги» или карточного счета «Приватбанк». Все те, кто поддержит фильм на Патреоне, обязательно получат много интересного и важного взамен. Все реквизиты и ссылки будут в описании под этим видео. Переходите по ним, делайте донаты и, главное, оформляйте подписку на мой Патреон. Николай Рерих говорил, «Последняя война будет войной за истину». Это она и есть. Скрытую правду об «Элементе» необходимо рассказать всем людям. Ведь в ней заключен ответ на вопрос, что происходит с нами, с окружающим миром и, главное, как этим управлять каждому из нас. Очень прошу вашей поддержки. Вы ждали перемен? С этого они и начнутся. Всех заранее благодарю. Мы можем помочь этому миру и можем все изменить. Если говорить о мировом кинематографе, то тема «Конца света» уже давно и стабильно приносит им большой доход. И каждый зритель очередного шедевра, где погибает планета Земля, обожает и ждет вполне конкретные картинки. Тот самый момент, когда все погибает. До этого момента и после кино о Бармагеддоне можно не смотреть. Историям, мифам и предсказаниям о «Конце света» уже много тысячи лет. Задолго до возникновения иудейского и христианского понимания страшного суда, а во многих древних культурах и верованиях существовало понимание, что для человечества когда-нибудь все закончится. И закончится очень плохо. Все мы однажды будем наказаны богами за наши грехи, и никто нас щадить не собирается. Ведь мы знали все, нас предупреждали, а мы все равно вели себя как попало. Тем временем, по весьма хорошим и авторитетным подсчетам, за все время существования человечества на Земле родилось 107 миллиардов человек. 100 миллиардов из которых не дождались ни одного религиозного конца света и обрели свой покой. Но добрые боги, вместо того, чтобы позволить людям отдыхать и почивать с миром, не могут этого так просто оставить. А значит, в какой-то момент будет воскресенье, обретение плоти для того, чтобы каждого осудить, и скорее всего, за какую-то мелочь. Прежде чем мы перейдем к самому интересному, хочу дать небольшую справку. В мире около миллиарда людей испытывают проблемы с продовольствием и голодают. Столько же людей не имеют постоянного доступа к чистой воде и регулярно испытывают жажду. 5 миллионов детей ежегодно умирают от пневмонии. 10 миллионов человек умирают от рака. Полтора миллиона кончают каждый год жизнь самоубийством. Смерть от старости по естественным причинам далеко не на первом месте во всем мире. От испанки в прошлом веке умерло 100 миллионов человек. От чумы в средние века 60 миллионов. 47 миллионов умерло от СПИДа. В Первой мировой войне погибло 6 миллионов человек. Во второй 30 миллионов человек. И так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять очень долго. В конце вдруг окажется, что за всю историю человечества из 107 миллиардов человек, которые населяли Землю 95, во-первых, не сделали ничего такого, за что их можно было бы серьезно осудить, во-вторых, прожили весьма тяжелую и непростую жизнь, состоящую из бедности, болезни, голода, войн и нереализованности. Я говорю о том, что человек никто и ничего не значит, ни для кого, даже для себя. В данном контексте возникает важнейший вопрос. Кого судить и за что? Этих убогих и несчастных, потерянных? Бог, ты в своем уме? Однако во всех, без исключения религиях и культурах, где верующие ожидают конец света, боги, психопаты и жестокие тираны, любящие себя до готовности убить всех, кто не подчиняется и не уверует в них. А теперь самое интересное. Зачем, в принципе, нужен конец света? Что будет, если боги не осуществят конец света контролируемо и управляемо? Вселенная лишит жизни людей или позволит развиваться человечеству так, как то считает нужным? Что, если не существует ада, рая и конца света? Если всего этого нет, то нет необходимости что-то выпрашивать, сдерживать себя, свои поступки и желания. Что, если не существует криминального кодекса и правоохранительных органов, перед которыми надо отвечать? Все знают ответ на этот вопрос. Как только человек понимает, что он остается безнаказанным, за любое злодеяние он сходит с ума. Так происходит с каждым человеком, до которого боги не могут добраться, которые сами в определенный отрезок времени становятся богами. Конец света – это, конечно же, прежде всего страх и вера в то, что кто-то вместо тебя наведет порядок и накажет всех тех, кто, по мнению людей, этого заслуживает. Человек такой своеобразный вид, что сам он с порядком не справляется. И никогда не справлялся. Как только появляются те, кто пытается это изменить, их убивают, высмеивают или же называют шарлатанами. Человек – генетический наркоман страха. Он нуждается в нем. И самое главное в том, кто его распространяет. Страх сдерживает людей от того, чтобы каждая ночь на Земле не превратилась в беспрерывную судную ночь. Конец света – как некая финальная ответственность каждого человека за содеянное чудесное изобретение, выдумка, которую просто необходимо было создать, когда человек был во многом диким и когда жизнь ничего не стоила. В развитых странах, где существует система распознавания лиц, у каждого есть смартфон, и на каждом углу камеры наблюдения совершить преступление становится все сложнее с каждым годом. Представим себе средневековье. Ты идешь где-то в поле, просто убиваешь человека, идущего тебе навстречу, или грабишь, и все. Никто никогда не узнает, что это ты. Именно в этот момент возникает ад, конец света и Бог, который все видит. Очень-очень хорошее изобретение, нужное. Тяжело себе представить, сколько жизни оно спасло, сколько бед предотвратило. Очень-очень важный вопрос. Будет ли конец света? А вы вообще видели, что творится в англоязычном ютюбе? Вы видели, что там рассказывают мусульмане, христиане и конспирологи? Конец света вот-вот случится. Все признаки страшного суда цветут буйным цветом. И никому из нас не спастись. Одно можно знать наверняка. Пришельцы всех нас убьют. Дело в том, что несмотря на любой возможный скепсис, конец света наступит в любом случае, и он уже наступал. Существовал вид, могущественный, процветающий, существовавший значительно дольше, чем люди. Однажды прилетел не самый, кстати, большой метеорит, и всех их уничтожил. Если среди динозавров был пророк, предсказавший конец света, то он бы никого не обманул. А еще через 5 миллиардов лет солнце увеличится до таких размеров, что просто поглотит землю. Религиозный, мистический или природный конец света наступит при любых обстоятельствах. Это неизбежно. И если не вмешается природа или боги, то человек точно с собой что-то сделает. Однако, если в процесс собственного уничтожения вмешается человек, то зачем нам боги? И это самый интересный вопрос в нашем сегодняшнем видео. При чем тут бог, религия и мистика? Вопрос. Имеет ли право судить кого бы то ни было тот, кто не разделяет ответственность? То есть, совершая преступление против человека, имеет ли право человека судить кто-то кроме человека? Имеет ли право человека судить животное, ветер или дерево? Все боги в религиях говорят человеку о свободе выбора. При этом добавляй, если ты сделаешь неправильный выбор, я тебя накажу. По сути своей мразем. Какое же это право выбора? Конечно же, никакой свободы выбора, данной богом, быть не может и никогда не было. Если некто готов нести ответственность за мое наказание, то пусть несет ответственность за мои поступки и за мою жизнь. В таком случае, называй вещи своими именами. Ты фермер, а я скот. И на все, что я имею право, это есть траву в вольере слева или справа. Все. Вот и весь выбор. Если я попытаюсь выйти за пределы вольера, ты накажешь меня. Ты бог, рабовладелец, которого интересует подчинение и соблюдение правил. И желаешь ты этого очень строго. Настолько, что даже готов осудить 107 миллиардов человек, из которых 90% о тебе знать не знали. Я считаю, что вселенная и реальность – это равноправие, рано или поздно. А еще я думаю, что интеллект – это возможность построения доселе невиданных конструкций, в том числе и мыслительных. Именно поэтому думающие, чувствующие и понимающие, что есть справедливость, люди должны понять, что нас не могут осудить те, кого не можем осудить мы. Именно поэтому необходимо осудить тех или того, кто имел власть спасти, изменить, создать, предотвратить. Но не сделал этого. Некто сверхмогущественного, способного создать рай для каждого из нас, но не создавшего его. Я с удовольствием бы посмотрел на конец света и страшный суд для Бога или для богов, где люди выносят вердикт, спрашивая, почему же, почему ты не пришел ко мне тогда на помощь? Ответ – потому что я дал тебе право выбора. Ах, право выбора, козлина! Если у меня есть свобода выбора, то не тебе с меня и спрашивать. Возможен ли такой вариант событий? Ну, конечно же, возможен. Однако, как только стадо коров на ферме взбунтуется, хозяин фермы возьмет дробовик и тесак. Скот не должен угрыжать фермеру, а мясо не может пропасть, поэтому будет забой. Далее будет взращено новое стадо. Вот что такое конец света во всех религиях мира. И не надо верующие рассказывать всякую ересь про то, что никто ничего не понимает в этом вопросе, кроме вас. Если Бог сверхмогущественный, если любит, то пусть что-то сделает. Если Он не обязан и существует свобода выбора, то не ему с нас спрашивать. Имеют ли право в определенных ситуациях родители судить детей? Да, конечно же. Имеют ли право дети в определенных ситуациях судить родителей? О да, конечно же имеют. И порой это надо сделать, чтобы другим родителям с другими детьми было неповадно. Очень интересно понять, узнать, когда стадо перестает быть скотом и становится человеком, чем-то или кем-то благородным, что можно считать личностью. Мне кажется, это происходит тогда, когда скот перестает рвать своего ближнего при отсутствии ответственности перед хозяином фермы, сторожевой собакой или перед криминальным кодексом. Если так, то мы в очень глубокой жопе. И нам конец. Бог по-человечески жесток. Конец света для человека – это боль, через повреждение целостности нервных волокон и смерть, которая влечет за собой вполне возможно ад, то есть опять же боль. Бог очень человечен, а люди божественны. У них одинаковые желания, надежды, поступки и правосудия. Быть Богом значит быть на вершине, вершить, не неся за последствия никакой ответственности. Быть Богом – это значит, тебя никто не может осудить. Ведь самая сладкая фантазия для людей. Бог решает проблемы за человека. Он приходит и, являясь гарантией справедливости, наводит порядок, осуждая каждого по делам его. Самый страшный конец света, по моему мнению, это оставить людей наедине с их проблемами, их маразмом и тупостью, в ожидании, что кто-то за них все решит и наведет порядок. Они все будут ждать. Приход Антихриста или Страшного Суда. А положение дел будет становиться все хуже, и никто не захочет брать на себя ответственность. Вы все ждали конец света. Ребята, вы не заметили, как самый страшный из них наступил. И вовсю набирает обороты. Слона-то мы и не заметили. Все, что нужно, не отделять ваше «я» от вашего тела и его функций. Танки созданы для войны, самолеты, чтобы летать. Деревья дают плоды для питания органических видов, чтобы те, в свою очередь, умирали в старости и могли сделать почву более плодородной. Так работает вся вселенная. Как только гомосапиенс пытается противиться этому ритму, изменить его начинает, придумывать всякую чушь, рассказывая, что нет никакого ритма, и заменяет правила ритма, созидание лишь на потребление, все ломается. Абсолютно все. Немцы после Второй мировой войны стали в несколько сот раз богаче и в несколько десятков раз несчастья. Да неужто? Что насчет племен, живущих в джунглях Амазонки? Как у них обстоят дела с уровнем счастья и ответом на вопрос о смысле жизни? Мы все знаем ответ. У них все отлично до того момента, пока к ним не приезжают просветленные образованные люди вырубать тропические леса. Я отнюдь не сторонник возвращения к истокам в контексте отрицания прогресса. Мне нравится прогресс. Я с удовольствием пользуюсь его плодами, и мне хочется, чтобы мы все дружно шли вперед, открывая новое, делая жизнь дольше, безопаснее, здоровее, качественнее и гармоничнее. Мне противно то, что в какой-то момент человек перестал быть частью природы и вдруг стал ее хозяином. Он перестал быть симбионтом, существующим вместе с друг другом и за счет них превратившись в потребителя. Айда Пушкин, Айда сукин сын, согласитесь, текст отличный. Дорогие друзья, вышла моя новая книга, написанная в жанре нон-фикшн. В ней я даю очень большое количество ответов на базовые вопросы, касающиеся человека, и в том числе даю ответ на вопрос, что такое элемент. Сейчас книга в Украине является по-настоящему большим бестселлером. Сейчас это моя самая успешная книжка. Я уже обогнал достаточно большое количество бестселлеров, однако аппетит приходит во время еды, поэтому все те, кто хотят приобрести книгу в Россию, в Белоруссию, в Казахстан и в другие страны, в том числе и по Украине, конечно же, и все координаты, которые необходимы будут для приобретения книги, будут под этим видео в описании. Пишите, друзья мои, приобретайте все книги. Я подписываю и оставляю именные автографы. Я говорю это каждый ролик, но еще какое-то время я буду это делать. Существует теория, что мой канал находится в теневом бане. Мне по-прежнему люди, которые нажали колокольчик и подписались на канал, говорят, что им не приходят уведомления о моих новых видео. Для того, чтобы выбраться из этой ситуации моему каналу, вы можете помочь мне следующим образом. Вы можете сейчас, те, кто не проходил еще эту процедуру, отписаться от канала, сразу же на него подписаться, нажать на колокольчик и выбрать функцию для всех. Говорят, можете посмотреть сами, многочисленные видео в YouTube, говорят, что это очень-очень помогает. Спасибо всем, кто так сделает. И главное, не забудьте обратно подписаться. Дорогой друг, если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее сопротивление глупости. Подпишитесь на мои соцсети и Patreon. Это ускорит выход новых видео на канале. Все ссылки будут под этим видео в описании. Скоро увидимся. Спасибо, друзья, что были со мной до конца. И помните, друзья мои, грядут перемены. Пока.